Привет, привет, моя хорошая! С вами Татьяна. Вот наступила золотая осень, но еще пока что тепло на улице, поэтому я одеваю все еще по-летнему. У нас впереди еще бабье лето, и так уж холодно на улице, поэтому я продолжаю носить летнее платье, юбки. Я думаю, вы тоже точно так же поступаете. Ведь осенние луки можно составлять на основе таких базовых платьев или же просто цветных платьев, какая-то базовая, возможно, свитер, куртка, какая-то базовая вещь сверху. И тогда будет осенний лук вполне хорошо себе выглядеть. И сейчас светит яркое солнышко, иногда, конечно, идут дожди, которые нас немножко расстраивают, но ничего страшного. И смотрите, сегодня я пойду вот так. Я надену летнее платье и буду сверху накидывать вот такой шарф. Я всегда так делаю. У меня много таких легких шарфов, которые помещаются в сумку, и за надобностью я могу достать его, накинуть на себя. Руки прикрыты, и ты уже не так мерзнешь. Советую вам так попробовать, если вы раньше такого не делали. Возможно, вы просто, конечно, не любите шарфы. Это уже, конечно, другое дело. А если вы их любите, то попробуйте. И вот в том моем платье, которое вот так выглядит, такой шарф и вот такая сумка. Как-то так сложилось, что шарф и сумка очень хорошо подходят друг к другу. Ну и давайте посмотрим. Я могу надеть белые босоножки, Могу надеть вот эти карамельные, бежевые. Могу надеть вот такие босоножки, тоже замечательно по цвету подходят к этому платью. И могу надеть на низком каблуке вот эти. Это вы, наверное, не видели у меня в Витаросе. Они такие очень простые. Ногу сюда и пошел. Не надо ничего застегивать. В последнее время я почему-то полюбила такую обувь. Вот смотрите, у меня эти. Ой, сейчас сумка, чтобы не упала. Сейчас еще. Вот эти на каблучке у меня. Видите, они оба белые, но разная высота каблука. Это почти без каблука. И очень удобно в них бегать. Так, смотрим. Сейчас я встану. Вот эта сумка. Как-то можно завязать, накинуть, не знаю, как угодно. Можно какую-то куртку надеть сверху. Что угодно, девчонки. И, как вы знаете, я люблю такую синюю гамму. Она, конечно, не синяя гамма. Но кто мне запретит так носить? Так. Сумка Майкл Корс. Я вам, может быть, в каких-то видео более подробно ее покажу. А сегодня просто я хочу вам рассказать, как всегда, фразу Жан-Поля, Иоганну Рихтер, еще его полное имя. Иоганн Пауль Фридрих Рихтер. Он родился в 1763 году. Умер в 1825 году. Это немецкий писатель, романист. Очень известная личность. Очень интересная личность. И вот он сказал такую фразу, которая мне понравилась. Ведь мы же люди такие, иногда бываем ленивые, нам ничего не хочется делать. Но я считаю, что независимо от возраста, каждый человек должен чему-то учиться. Приобретать какие-то навыки, умения, которые ему помогут в жизни. И, вы знаете, изучение чего-то нового приносит какую-то интересную краску в нашу жизнь. И жизнь становится не такой однотонной, монотонной, как замкнутый круг. Работа, дом, работа, дом. А если чем-то занимаешься, то очень интересно. И вот этот интерес в глазах замещают другие люди. Они видят, что вы не закостенелый человек, а человек современный, который интересуется чем-то новым. Так вот, фраза Жанна Поля. Он говорит, тот, кто несет фонарь, спотыкается чаще, чем тот, кто идет следом. Никогда не бойтесь делать ошибки. Никогда не бойтесь делать что-то новое, потому что вы думаете, что вот, вас осудят, и я там ошибусь, у меня не получится. Лучше сделать, чем потом жалеть, что вы не попробовали, не сделали. И я желаю успехов вам в каком-то новом деле, в вашем начинании. Возможно, вы начинаете какой-то свой маленький бизнес. Пусть все у вас сложится так, как вы хотите. Ну, друзья мои, вот эти осенние деньки напоминают лето. Они такие же солнечные, но в преддверии осени кажутся нам уже такими, не такими веселыми, не такими жизнерадостными, как это бывает летом или весной даже. Весной вообще листочки расцветают, и все расцветает, столько надежды, и летом впереди отпуск впереди. А, кстати, расскажите мне, вы отпуск свой отгуляли, как хотели? Или все-таки у вас планы нарушились? У меня летом отпуска вообще нет. Я была собираясь куда-нибудь съездить осенью. Надеюсь, мои планы все-таки сбудутся. Хочется каких-то впечатлений, новых лиц. И, конечно, вот эта ситуация в мире закрывает нам границы. Но мы все-таки надеемся, что хоть куда-нибудь нам суждено попасть. Расскажите мне, где вы были в этом году. Мне будет очень-очень интересно. Вообще, я люблю общаться с вами в комментариях. У девчонки есть такие юморные, такие интересные комментарии пишут. Спасибо вам за это. Я читаю их и улыбаюсь. И очень-очень вам за это благодарна. Потому что, знаете, иногда даже не замечаешь, когда читаешь комментарии и ловишь себя на том, что у тебя улыбка на лице. И это замечательно. Общение, хоть и такое виртуальное, оно тоже нужно людям. Ведь мир очень изменился. И мы многие даже общаемся с нашими знакомыми по Вайберу, по Скайпу. И это общение, хоть оно виртуальное, все равно общение. Конечно же, лучше живое. Кто спорит? Никто не спорит. Но вот такова наша жизнь. И мы заводим новых друзей, новых знакомых. И черпаем информацию из интернета. В чем-то это и хорошо, в чем-то и плохо. Потому что мы чаще всего в гаджетах очень много времени там проводим. Меньше возможно гуляем на улице. А погода, вот, например, сейчас, она еще такая классная, такая замечательная. Гуляйте почаще. И ты для здоровья хорошо. И просто глазки отдохнуть от интернета, от каких-то сетей. Вот такое мое пожелание вам. Друзья мои, желаю, чтобы у вас этот день сложился так, как вы хотите. Чтобы у вас все получилось. И, конечно, подписывайтесь новенькие. Вам не трудно, а мне приятно. Мы будем с вами еще ходить по разным магазинам. Если торговые центры не закроют, я надеюсь, что так и будет. Потому что все-таки бизнес останавливается. И от этого многие страдают. Теряются рабочие места. И я желаю, чтобы у вас была всегда работа, любимая работа. Чтобы она вам приносила хорошее впечатление и хороший доход. Ну вот, мои хорошие. Такой у меня лук сегодня, напоминаю. Все, хорошего дня вам. Целую вас. Будьте здоровы. Это самое-самое главное. Пока. Пока.